считается физическим, если оно выполнено правильно. То есть получение знаний через ощущение, вы входите в асану. Наверняка многие из вас, многие же занимались из вас йогой, пробовали хотя бы пару раз. И когда вы вошли в асану, вы погружаетесь в особое ощущение, а когда вы преодолеваете внутри себя какие-то преграды и тянетесь еще глубже, еще больше, и при этом вы получаете некий опыт через свои ощущения. Так вот, ценность йоги как раз не в том, чтобы растянуться, а в том, чтобы получить ощущение в теле, то есть обрести опыт в теле. Тантра, йога, тантра, джиотиш. Тантра — это ощущение в теле, то есть получение опыта, получение логического опыта в ощущениях в теле непосредственно. Джиотиш в переводе с сансквитом — это наука о солнечном свете. Наука о солнечном свете. И ведическая астрология является лишь разделом науки о солнечном свете, лишь разделом такой науки, как джиотиш. И если мы расшифруем йога, тантра, джиотиш, это будет получение знаний через ощущение в теле о солнечном свете. Кажется, достаточно может показаться для вас это сложным, но на самом деле это очень просто. Просто нужно свой мозг остановить и перейти к ощущениям в теле. Как это сделать? Это сделать достаточно просто. И сейчас мы с вами попробуем это сделать. Давайте закроем глаза, а вы потом расскажете мне в СМС-режиме, какие у вас были ощущения. Давайте закроем глаза и сконцентрируемся в области сердца солнечного сплетения. Вы дальше поймёте, почему я вам такое предисловие доверю. Сконцентрируемся в области сердца солнечного сплетения, в центре тела, с закрытыми глазами, с целью обнаружить там тепло, центр, стабильный, устойчивый, неподвижный. Центральный, царственный, устойчивый. Я есть. Я излучаю из центра во вне бесконечность свет, любовь и радость. Я есть источник света. И мы открываем глаза с вами. Давайте откроем глаза. И вы можете описать свои ощущения в теле, что вы сейчас чувствуете. Напишите, пожалуйста, что вы сейчас чувствуете. Вы чувствуете покой. Вы чувствуете себя более спокойными. Так вот, получение опыта через ощущения в теле о солнечном свете. Если вы просто переключите своё внимание с умственного процесса на ощущение, тепло по всему телу. Спасибо, что ответили. Тепло по телу. Спасибо, что вы отвечаете. Я очень благодарна. Я вижу обратную связь. И вот вы ощутили, и вы заменили свою интеллектуальную деятельность ощущениями, потому что мозг настолько активный, что он заполняет собой всё, и человек перестаёт жить. И смысл жизни человека в процессе, в удовольствии от самого процесса. Возможно, не получилось, да. В удовольствии от самого процесса. Мы попробуем ещё. Вот спустя некоторые верные, и обязательно получится. И вот этот процесс получения опыта через ощущения, он очень важен в этой практике, которую мы практикуем, потому что он безошибочен. На самом деле, вот женщины очень часто говорят, что интуиция вот мне подсказывала, да. И на самом деле интуиция была права. И прислушиваясь к своей интуиции, можно развить очень много разных хороших качеств. Так вот, вот то, что вы чувствуете внутри, свой центр, я есть, я существую, это центральная сила жизни, это сила Солнца. На санскрите она называется Сурья. Солнце — это Сурья. Его называют ещё Ра, Ярыо. Его называют по-разному, но везде очень часто присутствует в словосочетании Ра. Сурья. Итак, Сурья. Вот у нас есть центральная планета, это Солнце. Она светит, вот сейчас весна пришла, всё оживает. И я думаю, что все будут согласны со мной, что Солнце приносит радость с собой, тепло, хорошее настроение, растения плодоносят благодаря, всё цветёт благодаря ему, всё процветает. Поэтому, наверное, это очень хорошая планета. Но бывают, что какие-то вспышки на Солнце, они опасны для жизни человека, бывают пожары в лесах, это же тоже Солнце. И так же само и человек, и его Дух, он может себя чувствовать по-разному. Вот на небе мы видим Солнце. А суть этого Солнца, его сущность, его духовное содержание, это называется на санскрите Сурья. То есть Сурья — это суть Солнца. Так же само, как мы с вами можем сказать, что мы просто тело, но мы же не просто тело. У нас есть Душа, внутреннее содержание. И на санскрите, ещё раз повторюсь, Сурья — это Солнце. Центральная сила жизни — Сурья. Расскажите, пожалуйста, вот мы сейчас ещё раз сконцентрировались на… Напишите мне, что вы сейчас чувствуете в области сердца солнечного сплетения, кто что ощущает. Просто обратитесь к своему, к своему внутреннему ощущению. Что вы ощущаете? Напишите, пожалуйста. Возможно, кто-то хочет напишите. Расширение и радость. Расширение и радость. Видите, ра и ра. Очень хорошо. Очень хорошо. Вы не поняли. Напишите, что вы не поняли. Уъясните мне. Ра и радость. Ощущения в теле. То есть это какие-то такие ощущения, которые, они не телесные. То есть мы можем почувствовать с вами запах, звук ушами, носом запах, глазами цвет, вкус языком. Осязать. Осязать можем. Но есть такие ощущения, о которых не пишут в науке, пока что в нашей материалистической науне есть. Подъём энергии очень хорошо. Ощущения слова или звука. Сейчас я отвечу. И есть такие органы чувства, о которых не говорят материалисты. И первый из этих органов чувств, он называться «я есть», «я существую». Ощущение «я есть». И это ощущение очень важное для того, чтобы ощущать полноту жизни. Вот. Кто-то не понял ощущения от слова или звука. Ощущения от вас самих. То есть это ваше ощущение. Это не ощущение от меня. Это ощущение, которое независимо от меня. Это ощущение внутри, в центре вашего тела. Это ваше персональное ощущение. И вот я сейчас на самом деле вам очень многое даю. И для тех, кто это понял, это очень хорошо. Потому что для того, если вдруг вы захотите стать потом витическими астрологами, то или, возможно, кто-то из вас есть, ими является... Тут есть эти ведические астрологи у нас? Напишите, если есть. Вот. Ощущение, именно сущность на ощущение той центральной планеты, не вычитанное из книжек, не подсматриваемое в каких-то шпаргалках для того, чтобы дать консультацию, а просто оно должно быть в ведическом астрологе. и оно должно быть проработано. Если вы помните, я вам говорила изначально, что мы вот на примере Сури центральной силы рассматриваем, говорила о том, что Солнце физически, оно очень хорошо, вот всё цветёт, всё растёт. Есть, да, очень хорошо. Есть. Надежда Богдановна. Вот. И всё цветёт, всё... А иногда бывают пожары. И так же само человек. Вот некоторые почувствовали из вас, некоторые из вас почувствовали изнутри, из центра, вот это вот ощущение тепла, которое исходит во вне бескочестия, некоторые не почувствовали. А возможно, кто-то и почувствовал там и боль, и смятение, и смущение, и сжатие какое-то. Все разные чувства испытывали. Почему? Потому что положение Солнца у каждого человека в его гороскопе, оно очень разное. И мы не даром родились на этой планете, и не просто так мы прорабатываем свою карму. И поэтому не у всех всё так благополучно с Солнцем. И энергия Солнца нуждается в трансформации. Особенно, если вы ведический астролог. Конечно же, если вы ведический астролог, вам очень правильно... Сейчас, подождите, одну секундочку. Вам очень правильно проработать энергию Сурии. Потому что энергия Сурии, она центральная. И от того, как вы себя чувствуете, так будут чувствовать ваши клиенты, которые получают у вас консультацию. А также и обычному человеку, конечно же, важно чувствовать себя хорошо. Поэтому мы будем опять сейчас закроем глаза и попробуем поощущать свои ощущения. Вот сейчас закройте глаза и сконцентрируйтесь в области сердца солнечного сплетения. Ощущение я есть, я существую. Ощущите там тепло. Чем ближе вы будете приближаться, концентрироваться к центру, к своему вниманию, к своему центру, тем больше вы будете испытывать тепла. Чем ближе к центру, тем горячее, больше будет расширение у вас. Вы будете испытывать это расширение, испытываете, возможно, уже это расширение. Я есть, я существую. И открываем глаза. Я есть, я существую. Это есть сурья, это есть наш дух. А дух, как известно, он на всех один. Дух, он един. И поэтому вот это вот расширение, которое нас объединяет всех, оно на всех одно. И, конечно же, очень правильно является его проработать. То есть усилить свой дух. Как усилить свой дух? При помощи ведической астрологии, при помощи йога, татра, джиотиши. Усилить свой дух элементарно. Для этого нужно больше медитировать. И для этого нужно больше заниматься йогой. То есть если вы выполняете какие-то медитации, йогические практики, это всегда хорошо. Это всегда будет усиливать ваш дух. Если вы делаете йогические практики. Поэтому я вам рекомендую заниматься йогой и усиливать свой дух. Также, ну, как человек, ученик, инструктор цыгун, я, конечно, рекомендую цыгун заниматься. Это такие практики, которые помогают человеку усилить количество на свою энергию, для того, чтобы она переросла в нужное качество. И устроство мира очень просто, на самом деле. Мы устроим очень просто. Все центральное, все, что находится, вот сейчас вот у меня горит свеча. Вы видите свеча. И вот она находится в центре. И сам центр по отношению ко всему остальному является, к этой вазочке, к этому обрамлению, центр свечи, он является энергией сурьи. О чём я говорю сейчас? Я говорю о том, что, чтобы вы узнавали энергию сурьи, чтобы вы узнавали в разных явлениях. То есть, в себе, в первую очередь, она находится у вас в центре вашего тела. И в том, что вас окружает. Вот центр вашей квартиры, он будет являться сурьи по отношению ко всему. Не могу включиться, что мы будем изучать. Тема семинара у нас — «Введение ведать». И поэтому я вам изначально сказала, что я занимаюсь традицией йога-татрадь йодиш. И вам объясняю сейчас центральное положение солнца. И пытаюсь, чтобы вы это почувствовали. И, возможно, для вас этот метод не подходит. Вы знаете, дело в том, что нас очень многие в нашей жизни дали нам азбуку, букварии, сказали, что мы будем врачами, такие-такие-такие профессии. Очень много навязанного. Я предлагала просто отключить свой ум и работать с ощущениями. То есть трансформировать в себе энергии тех планет, которые пронизывают всё мироздание. Они не просто существуют. Ведическая астрология — это не просто то, что написано в книжках, на словах. Я являюсь вот этого, так скажем, не поддерживаю этот процесс. Потому что я очень много раз убеждалась, когда давала астрологическую консультацию от себя, а потом читала «Брехат Порошара Порошастру» и этот главный юридический трактат астрологический. И там полностью всё совпадало. На самом деле ведическая астрология началась с маленькой дощечки. Нашли где-то маленькую вот такую вот дощечку, на которой было нацарапано несколько каких-то царапалек, которые вообще говорили обо всей гидической астрологии. Мир сейчас очень усложняется. Он гимфинцирует, он размножается и теряется суть. А суть, чем ближе к сути, тем проще, тем гениальнее. Если вы освоите суть правильно, если вы правильно войдёте в суть, тогда, если это ваш подход, то вы меня поймёте. Если вы войдёте в суть предмета, тогда он для вас раскроется. И тогда это будет не разбор беспочвенный, тогда в вас откроются ваши всезнания, которые находятся у вас в теле, которые находятся у вас в сознании, которые заложены в каждом человеке изначально, которые могут спать это знание, но для тех, кто меня почувствовал, эти люди могут даже не слушать то, о чем я говорю, и получать некоторые непосредственные знания о солнечном свете, которые помогут в дальнейшем правильно идентифицировать, правильно ощущать вообще лидическую астрологию. Конечно, я могу вам забить мозги очень такими знаниями интеллектуальными, но я считаю, что это ни к чему. кто со мной согласен с тем, что ответим пожалуйста, есть ли люди, которым близок подход через ощущения, которым близок тантрический подход, лидический, тантрический общежитие, если здесь такие, которым это близко. я не вижу. Я вот спросила о том, что есть ли люди, которым близок лидический и лидический подход. А то, что, о чем я говорю вам, сейчас в ком-то это откликнулось или нет, напишите, пожалуйста, если в ком-то откликнулось. Так, пишут, есть, да, и что. Напишите. И даже если вы знаете, спасибо вам, кто написал, что откликнулось, кому понравилось. Вы знаете, возможно, даже из ста человек, даже из тысячи один есть, который понял, о чем я говорю, я буду очень счастлива, даже если это будет из тысячи один человек, потому что сейчас вот произошло вот это происходит кальюга, дробление мира, и все, что касается ответственности для людей стало вот все менее и менее становится понятным, потому что вот представьте, что-то вот большое, вот одно, оно такое значимое, спасибо большое, что чувствуется энергия, что-то такое большое, значимое, целостное, и вот оно раздробилось на двое, потом на четыре и так дальше, по сути, оно своей сути, все мы едины, но когда вот это было цельное, это оно несло ответственность, чем больше оно дробится, чем больше к нему добавляется еще чего-то, еще чего-то, мы становимся многообразием, мы безответственны, поэтому сейчас самая популярная профессия, это профессия менеджера, я, это люди, которые всех связывают, но ни за что не отвечают, это энергии Будха, я так наперед зову, вот у нас Будда, но это Будха, это Меркурий, я так пошутила, Будха, это Меркурий, хотя вот назвать Будх, Будхическая энергия, энергия Меркурия, которая связывает, за нее отвечают деньги, речь, каждая энергия каждой планеты очень важна, и мы сейчас еще будем о ней говорить, просто для того, чтобы подойти к чему-то, вот, допустим, открыть книгу раньше люди, да, они держали только ее на столе, это было это было что-то для человека, открыть книгу, это что-то было священное, сейчас мы просто бросаем, бросил на пол где-то в топку, там было что-то, то есть вот это ответственность и правильная ответственность, то есть нетрансформированная энергия солнца сурьи, она дает такого царя, который, образно говоря, который всем приказывал, ты будешь делать то, ты будешь делать это, я сказал, а царь, который благостный, царь, который служит свету, это иерархия света такова, что все приносят ему в дань дары для того, чтобы он процветал из благодарности к нему, а не приносят ему из благодарности, поэтому это такой вот очень важный тонкий момент, из благодарности делать что-то и тем усиливать свой дух. Дуб это суды. И еще у нас есть вторая центральная сила, подсила это энергия у нас энергия чандры, энергия луны. Вот, кстати, вот у меня, я вам немножко разбавлю, у меня здесь в студии есть калий 14 века. Вот, и это очень древняя форма калия, это бхадра калия, это калия знаний, а за ней есть такая мандала золотистая, вот, это мандала женской энергии. Это женская энергия, вот, даже вот само прикосновение вот к этим вот ведическим богам, оно очень благотворно, и там Шри Янтра, она собой орицетворяет женское начало Шри Янтра. И считается, что калий вышла из Лакшми. Ну, это для тех, кто знает, а для тех, кто не знает, просто вот это женское начало. И мы вернемся к самому женскому, женскому, женскому началу. Мужское начало это Я есть, Я излучаю, это то, что излучает из центра. Это Дух. Весь Душа, она у всех разная у нас. И это на небе Луна олицетворяет Душу, а суть этой Души называется Чандра. На самоскрытии это Чандра. Чандра это энергия Луны. И вот мы сейчас закроем с вами опять глаза и почувствуем периферию нашего тела, то, что на поверхности. Прислушаемся к звукам, которые вокруг. К тому, что происходит в квартире. Прислушаемся к тому, что за пределами дома, в котором мы находимся, дальше на улице. За пределами прислушаемся к тому, что за пределами нашего города. И прислушаемся к ощущениям восприятия, ощущения прохлады. Воспринимаем. принимаем. Принимаем. Чувствуем. Ощущаем. Процесс восприятия. Воспринимаем. Принимаем. Чувствуем. Принимаем. И откроем глаза. И процесс восприятия это чандра. Это наша способность воспринимать. Вот эта пропускная способность восприятия, она у всех очень разная. Поэтому мы все очень разные. Восприятие мира это Дэвата на санскрите. это Божество. Это множество. Это душа. Это женское начало. И это совершенно другие энергии. Это то, что впитывает. То есть я есть это сурья означает, а чандра впитывает, воспринимает. И это совершенно можно сказать в какой-то мире противоположная энергия. И заглянув наперед, я вам рассказывала про органы чувств, за них отвечают пять Махабхуд, которые комментируют основные Махабхуды, основные Аграхи, планеты. Они комментируют основные органы чувств на самом деле я есть. И второй орган чувств воспринимаю. и процесс восприятия являются таким деформальным можно сказать органом чувств. И мне почему-то очень хочется, чтобы вы восприняли этот вебинар как что-то неформальное, что происходит с вами, как что-то, что не читается где-то в книгах, а то, что написано в вашем теле, написано Богом. И чтобы вы побольше ощутили себя, потому что чем бы вы ни занимались, какая бы профессия, какую бы профессию вы для себя не выбрали, очень важно чувствовать, что вы на своем месте. А как можно почувствовать, что вы на своем месте? Вот как вы думаете? Может быть кто-то нет. скажет как он может понять, что он на своем месте? Как это возможно? Понять, что ты на своем месте в жизни? Вы знаете, ощущение того, что ты находишься на своем месте, оно приходит не сразу. И некоторые, конечно, рождаются, они уже знают о своем предназначении в жизни, а некоторые нет. Так вот, предназначение в жизни человека, его раскрывает ведический астролог. Раскрывает его предназначение. Это самое главное. На самом деле, люди очень разные. Все, мало того, что разные, люди делятся на две категории. На людей, которые идут путем рода и на людей, которые идут путем природы. Есть путь рода, а есть путь природы. И вот это кардинально разные подходы к жизни, поэтому люди, которые приходят клиническому астрологу и спрашивают вот как мне выйти замуж, как мне родить детей, там и так далее, когда это произойдет, какую профессию лучше выбрать. Это обычно люди, которые хотят как-то интегрироваться в эту жизнь, это тоже нормально, это путь природы. Путь рода, когда люди идут этим путем, они уже понимают, что они проходят какую-то карму в жизни своей и они спрашивают о том, как мне пройти этот период так, чтобы мы больше не сталкиваться с проблемой для того, чтобы проработать свою жизнь и свою энергию и стать ближе к Богу, ближе к Свету. И я в своих физических консультациях естественно анализируя качество планет не только смотрю к саму карту, я основываюсь на свои собственные ощущения, на свои органы чувств при этом и даю рекомендации по трансформации этой энергии. Я вам немножко попыталась показать, что такое трансформация, даю вам такие ключики к тому, чтобы вы трансформировали себя, потому что какова цель человека, конечная цель? Это достичь освобождения, достичь просветления, чувствовать себя хорошо, просто каждый человек хочет себя хорошо чувствовать, чувствовать себя комфортно, чувствовать себя благополучно, поэтому в общем-то кем бы вы ни были по профессии, к чему бы вы ни стремились, либо стать ведическим островом, либо еще какую-то другую профессию, вам, как и любому человеку, хочется чувствовать себя хорошо, хорошо, поэтому я думаю, что любая цель хорошей, правильной науки, это делать так, чтобы люди вокруг тебя чувствовали себя лучше, вот, если чувствуют хорошо, значит, идешь в правильном направлении, так же самое, если вы интегрируетесь в пространство и чувствуете, что вам хорошо в этом пространстве, вы идите в этом направлении, это мой совет, то есть, допустим, вы получили какое-то какое-то вот хорошее предложение финансовое, но вы чувствуете у вас в вашем духе смятение, непонятно почему, вы этого даже объяснить не можете, у вас есть смятение, вы почувствовали это, не идите туда, потому что так или иначе со временем вы поймете, что это было неправильно, что вы потратили свое время, вы пошли в этом направлении, потому что дух, он всегда чувствует, где хорошо, где нет. На этой ведической, на этом вебинаре я, в принципе, предлагаю вам поездку в Индию и предлагаю вам получить астрологическую консультацию, вот, и если кому-то интересно это, вы можете обратиться и получить консультацию, и я смогу, вы сможете связаться с организаторами и получить и консультацию, и получить сведения о поездке в Индию. поездка будет с 21 апреля по 3 мая, а консультацию вы можете получить, она стоит 100 долларов, и можете получить ее вот здесь связавшись со мной, вот, если вам это нужно. будет ли запись, я только что зашла, добрый вечер. Я думаю, что организаторы записывают, ну вот, я тоже, кстати, только сейчас начала записывать, когда вы мне сказали. на самом деле, жизнь это что-то живое, понимаете, смысл в том, чтобы наполнить жизнь, сделать ее живой, и смысл жизни не в том, чтобы достичь какой-то цели, а в том, чтобы получать удовольствие от процесса. Можете себе представить, какое удовольствие получает Луна от Солнца, везде этот символ есть, Луна и Солнце, если Солнце я есть, я существую, оно распространяется во все стороны, а Чандра Луна его воспринимает. Это очень высоко, и это очень высоко божественно сексуально, потому что это такое слияние в Китае вы сказали имя, вот, слияние мы скажем о том, что наша проходимость, наша восприимчивость, когда она повышается, она притягивает, особенно если же у женщины повышается восприимчивость, к ней очень легко приходит ее жизнь мужчины, потому что она их воспринимает, потому что женщине нужен в принципе наставник в ее жизни, эмпо-ведической традиции, конечно, тоже. Я предложила вам почувствовать эти две энергии. Я есть и энергия воспринимаю, энергия восприимчивости. Это очень важно знать, потому что это фундаментальная база, которую вы если усвоите, то вам тогда все остальное будет просто. Вы настроите просто свои антенки на то, на правильную. И если вы будете захотите, возможно, у меня потом обучаться в лидической астрологии на том же тренинге, на котором я буду обучать в лидической астрологии, с 21 апреля по 3 мая этот тренинг будет стоить 500 долларов. И возможно, вы захотите в нем поучаствовать и вы естественно будете получать знания, которые будут открываться для вас фундаментально. естественно, я дам вам более глубокие знания, чем на этом вебинаре, но это очень благодатная атмосфера, атмосфера Индии, она очень способствует получению знаний. особенно знаний ведической астрологии. Знаете ли вы, что в то время, как нам выдают паспорта, в Индии ведический астролог составляет человеку карту рождения. каждый человек родился в определенном месте в определенное время. И в этот момент звезды стояли определенным образом. И ведический астролог в Индии дает консультацию о том, кем лучше стать этому человеку, каково его предназначение, как лучше совершить брак. и процент расторжения браков в Индии очень маленький. И вот эти вот знания о том, что такое Суя, что такое Чандра, что такое Солнце, что такое Луна, в нашем теле, в нашем духе, во всем, что нас окружало, они очень важны. И существует иерархия света. И это иерархия та, по которой на самом деле весь мир и происходит. Вот, это иерархия света. Как она вообще, как я могу выразить это словами? Словами я могу это выразить так, что если вы находитесь вот здесь есть много света у меня в комнате, вы находитесь в лучах этого света, например, вот я нахожусь, и иду я туда, видите, там где-то темно, вот дальше от света и там темнее. Если я выйду на улицу, сейчас там вообще темно, и там будет относительно коридора еще темнее. И чем светлее, тем больше вы видите разные подробности, тем вам легче. То есть иерархия света такова, что чем ближе ты к свету, тем тебе проще, тем тебе легче, и тем лучше себя чувствует, чувствует свой дух себя лучше, потому что что-то близкое и родное это есть наш дух. И его усиление очень важно, потому что вы получите, например, знание, которое находится в книге, оно у вас не провестет, потому что, например, если у вас недостаточно энергии, если у вас недостаточно этой внутренней силы, чтобы воспринять эту информацию, так вот, скажите, пожалуйста, какие явления вот мы с вами говорили о Чандре, о Луне, скажите, пожалуйста, какие явления вам напоминают о Луне, о Чандре, о женской энергии, какие явления в жизни, какие ощущения в теле возможно, что вы скажете об этой планете из вот какие-то возможно, какие-то места, возможно, на природе, что вам напоминает о Луне, что вам вообще напоминает о Луне, какие ассоциации есть, наверное, вода, жемчуг, ночь, вода, пишет, и ощущение прохлады, правда же, если вот Сурья это свет, то Чандра это прохлада. И всячески пытаюсь вам дать то, что эта наука живая, чтобы вы ее жили. То есть это как любовь, когда ты живешь человеком. Так же само можно жить всем, всем, что тебя окружает. Для некоторых людей это может быть страшно. Ты смотришь, это ребенок может, но с нас это выбили, но на самом деле это возможно вернуться к такому ощущению мира. Вот смотришь котики, котики у нас стоят, и становишься вот этими котиками. Это вот такая настолько сильная восприимчивость. Это Чандра, это Луна, это приятие того, что есть. И многие этого боятся. Сейчас в наше время люди очень недоверчивые, они боятся воспринимать, они боятся принять информацию, нужно все проверить, а вдруг это, а вдруг то, а вдруг обманули и так далее. Но на самом деле, на самом деле я бы сказала, что это не есть путь, потому что правильный путь это когда человек открыт, когда человек открывается, он открывает сознание, открывается восприятие мира. Это совершенно другое. Когда вы открываетесь, возможно, вам нужно будет изменить свою жизнь, возможно, нужно будет изменить привычки, потому что если вы откроетесь, вам, возможно, будет больно. но дело в том, что нет никакой возможности избавиться от боли, кроме как войти в эту боль. То есть понимаете, она же просто так карма от человека не отходит. Она отходит через то, что он все-таки бросает вызов и прорабатывает свою карму. Йога очень важна. Йога как раз делает этот переход максимально мягким, максимально смягчает все ваши шишки, все ваши падения. И не югический подход, поэтому я за югический подход. Вот представляете, вы получили югические знания, вы начитались книг, вот такая вот голова у вас от них, от этих книг, я их читала, все не читала, я думаю, многие читали. Вот, у вас вот такая вот голова от этих книг, например, да, и эти знания вас могут разрушить, если вы к этому не готовы. И готовность к этим знаниям, вот именно поэтому называется этот вебинар «Видение в йога тантра чьётиш». Именно я вас на нём готовлю к тому, чтобы вы научились правильно в себе определять эти энергии, правильно с ними работать, хотя бы подошли к этому, к началу, управления этими энергиями, потому что вам всё равно придётся этому научиться, научиться управлять этими энергиями. Это очень важно. Давайте сейчас сделаем маленький перерыв. И вот сейчас 22 минуты на моих, давайте в 30 минут ровно мы с вами обратно здесь встретимся, вы там где-то себе отвлекитесь, что-то поделайте, эти 8 минуты встретимся с вами. ещё на полчаса. А я пока заряжу ватерейку в компьютере. И включу какую-то музыку. «Святая» «Святая» а и а и 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 с и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 И сейчас после перерыва мне бы хотелось вам рассказать о энергиях Гуру, энергиях Юпитера. Это по иерархии третья планета, это планета Юпитер. Это планета ведической астрологии. Энергия «Я есть, я существую», она распространяется в пространстве. Великое пространство возможностей, которое существует у нас в мире, его олицетворяет энергия Гуру, энергия Юпитера, энергия Знаний. Хорошо, пошли вопросы. Как из невежества перейти в благость? Душа тянется, а привычек много старых плохих. Из невежества в благость душа тянется, а привычек много старых плохих. Очень хороший вопрос. Я думаю, что это происходит накопительно. То есть вы переводите свое внимание больше на другие вещи. И постепенно ваши привычки меняются. Я не думаю, что они меняются вот так вот. Хотя возможно все в этом мире возможно измениться. Если душа тянется, значит у вас все получится. Ну просто не торопитесь, просто практикуйте. И постепенно вы просто будете замечать, что вы становитесь другим. И энергия благости, энергия благодарности — это энергия Юпитера, это энергия Гуру. Благости, благодарности, доверия, такого знаний, изобилия знаний. Это бесконечное пространство возможностей. Если наше Я, оно расширяется в это бесконечное пространство возможностей и одновременно воспринимает Чандра Луна, воспринимает, что же в этом пространстве возможностей вообще такого происходит. Воспринимает это пространство возможностей. Но мы можем идти внутрь себя и идти вовне. Если мы закрываем глаза и идём внутрь себя, значит мы воспринимаем свой дух и усиливаем свой дух. Если мы идём вовне, значит мы распространяемся вовне, в бесконечность и отдаём своё изобилие. Учитель делится своими знаниями, он распространяет, он делится своей энергией, своим благополучием. И тут вот интересный момент, чтобы для того, чтобы душа перешла в состояние благости, она должна быть направлена в свой дух. То есть внимание должно быть в духе, а не на внешних привычках, то есть не на внешних каких-то удовольствиях. И получается, что благость, энергия благостная энергия — это энергии людей, которые идут путём рода. Они сознательно понимают, что они выбрали идти к духу. Они сделали сознательно свой выбор. И, возможно, в чём-то они и претерпевают, но в целом этот человек выигрывает. Ну, я не скажу, какой путь правильный. Путь рода или путь природы? Путь рода — это путь света. Путь природы — это путь тьмы, путь магии. То есть если вы хотите на что-то влиять, на какие-то события, то это путь магии, путь природы. Никакого отношения вы джиотиш к науке о солнечном свете он не имеет. То есть если магия имеет отношение к путь природы, конечно же джиотиш и к этому имеет отношение. Ну, просто есть два таких разных пути. Когда человек хочет на что-то влиять, чем-то управлять, это путь природы. Когда человек доверяет Богу, доверяет знаниям и следует им, это путь рода, но он более аскетичен, конечно же, безусловно. Вы задавайте вопросы. То есть аскезы, привычки к аскезам тоже формируются, я думаю, что постепенно. Я думаю, что заменяется просто заменять, стремиться к свету и уменьшить, будет хорошо. Дома стремления достаточно. Вообще в моей жизни потребность в том, чтобы идти по пути света, она настолько вот с самого детства глобальная для меня. Я без этого просто вот жить не могу. Без того, чем я занимаюсь йогой, я просто себя не представляю. Вот до такой степени. Ну, скорее всего, это произошло в моём данном случае из-за того, что какой-то момент, когда карма… Вот я думаю, возможно, это у всех таки происходит, когда карма уже захлёстывает, когда человек уже набирается этого, так сказать, грязи, вот прям вот так вот, ему уже хочется из неё выйти, он просто не может жить, не может существовать, он себя не находит в этом. Ему очень нужно из этого выйти, очень. Это такая потребность просто. И у многих людей, возможно, в наше время есть это ощущение, что уже настолько такие темпы жизни, так всё как-то так грустно, неинтересно и чёрно-бело, что хочется, чтобы жизнь стала более сущностной, более наполненной смыслом. И вот насколько я могу её наполнить смыслом, насколько это у меня получается, настолько вы и получаете от меня этих знаний, и насколько ваша восприимчивость настроена на меня. Вы мне задавайте, пожалуйста, вопросы, потому что у нас осталось с вами 15 минут, и я ещё раз хочу напомнить о том, что вы можете сделать, обратиться ко мне как ведическому астрологу, я могу дать вам двухчасовую консультацию, которая стоит 200, которая стоит, двухчасовая консультация стоит 100 долларов, а также у нас поездка в Индию с 21 по 3 мая, с 21 апреля по 3 мая, там, где я обучаю ведическую астрологию. Как в обществе невежественном сохранять благостные привычки? Как в невежественном обществе? Ну вот, опять-таки возвращаемся, почему я так много уделяла внимания Сурье, Солнцу в начале нашей беседы этим энергиям. Йогин, он смотрит в себя, и по сути весь мир — это наше отражение. И, в общем-то, это даже ответ на вопрос, потому что чем больше вы занимаетесь йогой, тем больше вы смотрите в себя и в свои привычки. И меньше просто обращайте внимание на их привычки. Больше смотрите в свет, а свет, он внутри, в центре, в области сердца солнечного сплетения. И давайте обратимся опять к нему. Закроем глаза, ощутим его. Я есть, я существую. Я центр, тёплый. Я есть источник света, умею радости. Я есть сильный, устойчивый, неподвижный, стабильный царство. Я есть. И вот если вы будете постоянно сравнивать и ориентироваться на ощущение, я есть, вы будете всё меньше обращать внимание на то, в каком вы находитесь в мире, а будете больше обращать на свою благость. И думаю, что это такая привычка, которую тоже нужно формировать. Это просто из разряда каких-то хороших привычек. В общем-то, мы к себе прививаем, эти хорошие привычки, и имеем хорошие плоды. Я ответила на ваш вопрос? Или, возможно, ещё какие-то вопросы есть? Вы задавайте, а я, да, ответила, благодарю вас. Энергия благодарности, она притягивает в вашу жизнь учителей. Учителя — это энергия Гуру, энергия Юпитера. Это ведическая астрология. Бесконечное пространство возможностей и изобилие — это очень круто. И когда человек находится в этих энергиях, когда он находится в благодарности, он всегда будет получать знания. Если он находится в состоянии благодарности, то для него всё, что его окружает, всё, с чем он сталкивается, станет для него просто трамплином для восхождения к свету. Поэтому я думаю, что культивируйте в себе состояние благодарности ко всему, что бы ни происходило в этом мире. И скажу так, изоблину наперёд, вот единственная планета, которая не даёт негативных результатов, когда она попадает в дома человека. Дома — это, у нас искрите Бхава, это когда вот ведический астролог составил карту рождения, и там 12 домов, по которым он смотрит разные сферы жизни человека, его предназначения. И там есть дома болезней, дома непреодолимых препятствий, потерь, в общем, нехорошие дома. Но когда эта планета, гуру Юпитер, попадает в этот дом, она всегда приносит благо в любой дом. То есть вот эта вот планета, она везде хороша. Вообще, её присутствие хорошо в любом доме, в который бы она не попала в гороскопе человека, в его карте, в его личной карте рождения. Это всегда благостно. Единственное, что, вы же понимаете, что энергии гуру, вот Юпитера, изобилие, ведь и для каждого человека изобилие разное. То есть для кого-то изобилие, это побольше крупы, масла дома, сахара, одежды, продуктов, питания, машина, чтобы была для другого, яхта там. А для кого-то бесконечное пространство возможностей, изобилие, это получать ведические знания, например. И это, понимаете, и поэтому, конечно, в гороскопе человека, когда ведический астролог смотрит, там видно, что для этого человека этот гуру тоже хорош в этом доме, но он какой-то мелкий, какой-то, вы знаете, можно же было загадать желание другое, ну вот такие желания, но они исполняются. Вот, поэтому, почему и говорят, что будьте осторожны в ваших желаниях, потому что истинное желание человека — это достичь освобождения, истинное желание человека — это сблизиться с ощущением, что вот с ощущением, хорошим ощущением, что вот твоя жизнь состоялась, что ты завершён, что ты как-то, что ты хорошо себя чувствуешь, что тебе хорошо. Подскажите, пожалуйста, как избавиться от зависимостей? Как избавиться от зависимостей? Ну, в общем-то, наверное, от них не стоит избавляться, я так думаю. Ну, смотря какие, конечно, зависимости, но от них не избавляться стоит. А на самом деле их нужно эти зависимости к себе приблизить и для внимательного рассмотрения. То есть, если у вас есть какая-то привычка, что-то, что-то, что нехорошее, пронаблюдайте за этим, пронаблюдайте за этим очень внимательно, изучите это, ощутите это, что от этого исходит. Вот просто внимательно почувствуйте, что это такое. просто обратите на это внимание. Не выталкивайте эту дурную привычку из своей жизни, а просто обратите своё внимание на него. О чём-то она вам говорит. Вот вам вот любая ваша зависимость, она о чём-то хочет сказать, ведь она появилась не просто так, эта зависимость. Она вам о чём-то говорит в вашей жизни. Но если вы будете из духа своего, из центра, из области сердца солнечного сплетения обращаться к этой вещи и проливать свет на эту вещь, на эту зависимость, вот например, какая зависимость кого беспокоит, скажите, возможно. Тут имён я не вижу, поэтому можете смело задавать вопросы, я никого не вижу. Вещи зависимости вас беспокоит. Например, вы хотите услышать пищевая зависимость. У вас пищевая зависимость есть часто и перед сном. Вы знаете, вам хорошо, конечно, заняться йогой, всем рекомендую. Зависимость от еды у меня тоже есть, вы представляете? я тоже зависима от еды. И мне тоже бывает хочется что-то вкусненькое. Вы знаете, наверное, не стоит себя в этом ограничивать, то есть ставить запрет. Если ты ставишь себе запрет, тебе этого хочется ещё больше. А просто попробуйте развивать в себе культуру питания. То есть когда вы кушаете, вернёмся к энергиям Гуру, поблагодарите. Вот я сейчас вам возьму какой-то фрук. Вот агрессивный. Энергия Гуру, оранжевый цвет. Поблагодарите солнце за то, что оно светило, за водичку, которая поливала это дерево, человека, который посадил это дерево. Поблагодарите землю, поблагодарите этот плод, поблагодарите человека, который вам доставил в магазин, тот человек, который вам его продал. Поблагодарите всех их и постарайтесь это делать как можно более медленно. вдумчиво, тантрично. То есть через органы чувств. Мы с вами на этом вебинаре конечно же не рассматривали это очень долго, это 5 махабхуд, это 5 органов чувств, которые приближат всем пяти планетам, которые идут после Солнца и Луны, но у вас они есть, эти органы чувств. И правильное обращение с этими органами чувств дает очень ответы на многие вопросы. То есть вы тактильно долго лежала эта апельсинка, потрогайте ее, поощущайте как эта корочка снимается, потрогайте руками, ручками, понюхайте внимательно еду, посмотрите на нее внимательно, не сразу не запихивайте, выключите все свои гаджеты, не запихивайте сразу в рот и медленно почистите, очень вдумчиво и положите после этого в ротик и пососите его медленно. То есть вы сделайте это медленно, вдумчиво и с благодарностью. И тогда вот эта зависимость она перерастет в что-то качественно другое. Продолжайте получать удовольствие от еды, но более культурным образом. То есть культура это хорошо, это всегда хорошо. Я ответила на ваш вопрос? Скажите, пожалуйста, если вы есть здесь. Ответила ли я на ваш вопрос про еду? возможно я что-то сказала, что для вас будет являться ключом. Вообще, когда вы кушаете все прекрасный ответ, еще раз спасибо большое вам, благодарю вас. Да, благодарю вас, что вы его задали, потому что я благодарна всем, кто задает мне вопросы. Вот. И вы почувствуете, я сейчас этот апельсин раскрыла, а вы попробуйте почувствовать его запах. Вот вы его не слышите, да, но попробуйте почувствовать этот запах на расстоянии. То есть память у вас о том, какой есть запах апельсина, есть. Очень хорошие желтые продукты, это энергия вуру, випитера, и она всегда, если вы захотите что-то вот расшириться, вот вы чувствуете, что вас, допустим, что-то сковывает в жизни, вот некоторую скованность, и вы хотите расшириться, вы хотите себя почувствовать лучше, скушайте что-то оранжевое. Это вот совет как физического астролога мой вам. И хороший видический астролог, он вообще знает, видя вашу карту рождения, он знает, что вам вообще посоветовать в жизни, кушать, какие одевать камни. Вот, например, вот это я сегодня, кстати, я сегодня ночью вот это вот сплюла. Это моё такое произведение. Какие одевать камни? Я занимаюсь камнями, также подборкой камней. Вот, какие одевать камни хорошо, благоприятно? Ведический астролог посоветует вам, как вам обустроить свою жизнь для того, чтобы получать то, что вы хотите от неё. и для того, чтобы трансформировать свои привычки. Потому что моя задача это не сказать вам, не дать вам диагноз, а помочь вам справиться с вашими какими-то моментами жизни, в которых вы, возможно, сами по определенным причинам не можете этого сделать. И в заключении что-то обратила внимание, не знаю почему. Кстати, вот Басё это моя настольная книжка, Басё она всегда даёт мне ответы. Просто моя настольная книжка это Басё это японский поэт, который был странником, ничего не хотел от жизни и просто странствовал и писал трёх строчья. И я каждый раз читаю, выбираю любой, вот сейчас например, читаю, вот любое выбрала. Во тьме безлунной ночи лисица стелется по земле, крадётся к спелой дыне. Представляете, я вас не волную открыла вот такое вот, то есть вам про себя прям. Во тьме безлунной ночи лисица стелется по земле, крадётся спелой дыне, да, ну это не дыня, но почти там про плоды вообще очень мало. Впервые прочитала такое. И вот, знаете, вот жизнь это что-то такое спонтанное, что происходит. Впустите в себя жизнь, пустите в себя, будьте смелыми открыться и впустить в свою жизнь случай, случайность, элемент случайности. И вам откроется, обязательно откроется. Вот это мой детский рисунок, хотелось вам показать, я раскачивалась на ветвях ивы и раскачивалась на ветвях ивы и смотрела на солнце. И вот это восприятие этой ивы, восприятие солнца, которое через... я тогда не знала, что я стану ведическим астрологом, вот, но мне очень нравилось смотреть на солнце. Вот. И хочу вам в заключении сказать, что обращайтесь по поводу ведических консультаций, обращайтесь по поводу поездки в Индию обучающего курса по ведической астрологии и я вам хочу пожелать, хочу пожелать вам вопросов нет. Если есть какие-то вопросы еще задайте, я хочу вам пожелать, чтобы вы нашли себя, чтобы все лишнее в вашей жизни ушло и чтобы вы чувствовали себя в жизни все интереснее, все комфортнее, все наполненнее и светлее. я благодарю вас всех и пожалуйста обращайтесь. Хорошего вам вечера и до встречи. До новых встреч потом. Благодарю вас любимые за то, что вы с нами. Здравствуйте с тем, с кем еще не слышались. Давайте поблагодарим Алису за выступление. Я думаю, что кто-то получил для себя полезные откровения, новую информацию о ведической астрологии, о планетах. Вот Вероника, я вижу, Светлана, Анна участвовали и откликались на вопросы спикера. Расскажите, пожалуйста, как вам понравилось выступление. Давайте вместе поблагодарим. Хочу сказать, что Алиса сегодня предлагает, готова нам предложить обучение ведической астрологии в Индии. Те, кто может быть собираются в скорейшем времени поехать отдыхать, вы можете забронировать за собой такое участие, вы заодно отдохнете и получите новые знания, благодаря которым возможно обретете новую профессию или просто интересный новый смысл в жизни. Тем, кому это интересно, тоже сможете иметь доход, оказывать консультации себе, близким, гармонизировать свою жизнь с помощью ведической астрологии. Также вы можете сегодня воспользоваться, для этого достаточно кликнуть на голубенькую ссылочку и вы попадете на страничку, где обучение ведической астрологии, там есть описание, подробное курса, я сейчас чуть позже о нем расскажу, а также вы можете сегодня приобрести астрологическую консультацию. Проходите пожалуйста по ссылочкам, задавайте вопросы, если у вас какие-то есть, приглашайте своих близких, сейчас у нас скоро будет выступать Елена Бахтина. Итак, вот тренинг по ведической астрологии 21.04 начинается и 3.04 мая заканчивается будет проходить в Индии в центре духовной трансформации. Алиса является консультантом по раскрытию вашего личного предназначения в жизни. Профессиональный ведический астролог древней традиции тантра джойтиш, мастер китайской чайной церемонии, инструктор Чун Юань Цигун, персональный ученик Сюи Минтана, танцовщица в стиле трайбл и индийского храмового танца Одисси, путешественница по святым местам Востока, последовательница древних культур, дизайнер, художница и поэтесса. Вы узнаете, откроете для себя, что же такое настоящая Индия. Это просто приключение. Мы все гости на этой планете и каждому из нас перед рождением Бог вручает карту на его пути. Одни души знают, что у них есть и изучают ее, как прилежные ученики и следуют своему предназначению Дхарме. Другие не знают они и идут по жизни без четкого ориентира, растрачивая свой потенциал. в Индии вы сможете познать для себя что-то новое, вы почувствуете себя иначе. И в этом случае, если вы мечтаете совершить такое путешествие, мы не рекомендуем ехать вам самостоятельно, без проводника, который уже чувствует эту святую землю и поможет вам пройти эти серьезные вещи, серьезные проработки там возникают, честно говоря. Вместе с мастером вы сможете нейтрализовать вредное воздействие, которое может произойти, кармическая причина-следственная связь, и сможете пройти это безболезненно и получить огромное благо от чистоты Святой Земли. Здесь есть небольшая история, вы можете почитать про то, как приехала в Индию Алиса, там про напиток Масалати, и если вы ни разу не пробовали этот напиток, вы должны понимать, что очень крепкий чай с молоком и со специями, и первый глоток обжигает так, как будто неведомой рукой снимает с себя всякую усталость после изнурительного перелета. Интуиция подсказывала, что при любых раскладах все сложится благоприятно. И приехав в Индию одна в ночи, попивая вторую чашечку, они здесь такие маленькие, грамм сто в Индии, к своему удивлению заметила, что автобусная станция работает, и каждые несколько минут куда-то отправляются авто. И так, доверившись проведению, села в первый попавшийся автомобиль, в салоне играла очень веселая музыка, сквозь дымку благовония виделась картинка с изображением Кришны, украшения живыми цветами. Куда и как не радость, не в радость может вести такой водитель. И Алиса поехала, поехала в эту радость, и утром оказалась в том городе, который полюбила на всю свою жизнь. И куда приглашает теперь вас в Пандичери. Водитель внезапно остановился и сказал, девушка, вам правильно было бы выйти именно здесь. Он так решил. И Алиса послушалась его. А через него, возможно, говорил об этом сам Господь. это был поворот в самое сердце духовности, в Ауравиль. Итак, если вы устали от жизни по расписанию и хотите впустить в нее свежий ветер приключений, вам точно по пути с Алисой. Для тех, кому интересен комфорт, спа, бассейн, трехразовое питание, покупайте путевку в Индию на Гуа. Тем, кому это уже приелось и не совсем интересно, свобода всегда стоит дороже. И ровно так же, как самопознание и гармония. Итак, вы сейчас имеете возможность отправиться в страну величайшего духовного наследия, где каждый сможет прикоснуться к чуду и трансформировать свою личность. Вас будут ждать сразу в трех местах и выберут обязательно наилучшее в зависимости от Божьего проведения, а это главное, на что в этом путешествии вы будете обращать внимание. Вы узнаете и поймете, где вам следует быть. Принятие именно этому, благодаря этому вы получите уникальную возможность ощутить истинный вкус жизни. ежедневно вы будете изучать ведическую астрологию, заниматься йогой, практиковать медитации, наслаждаться чайными церемониями, которые Алиса будет проводить для вас. И обязательно будете посещать ашрам Аурабинда. Он весь в цветах, некоторые из них выкладываются в неповторимые ордаменты каждое утро. В этом месте вы будете заниматься йогой, молчаливой духовной практикой. Также вы будете приходить в отель на берегу океана, где соломенные хижины стоят на каменных столбах в нескольких метрах от воды. Там вы будете купаться осторожно, волны высокие, зато перебрыгивать их огромное удовольствие. Также вы побываете не раз в Ауравиле. Это единственный в Индии город белых людей. Он был основан француженкой, известной как мать, с целью создания интернационального общества людей, живущих вне политики и религиозных предпочтений. Вы посмотрите, как получается на практике коммунизм. Также вы будете ходить в матримандир на медитации. Это отдельная история. Можете себе представить спиральный внутренний срез раковины. Так вот, вы окажетесь внутри него, чтобы во время медитации на этом месте почувствовать себя песчинкой духовности, превращающейся в настоящую жемчужину. Также Алиса научит вас получать сакральные знания через органы чувств. Этот тренинг станет для вас трамплином к осознанному восприятию реальности. И также является бонусом для тех, у кого хватает смелости открыть для себя к друзьям. Одним из самых богатых домов по Дечерри, где обучалась Алиса храмовым танцем, вы почувствуете еще одну сторону индийской реальности. Со слугами, бассейном, огромными статуями. Контраст наряду с бедными хижинами, которые тоже вы будете видеть каждый день. Но люди здесь не ощущают так остро, как у нас это неравенство. Бог для них важнее всех условий существования. Шум, который стоит на улице напоминает скорее жужжание пчел в уле. Это все слаженно и успокаивающе. Также вы будете питаться в самых необычных и интересных местах. Алиса научит вас выбирать самую вкусную еду, и это недорогие рестораны. Там делать на самом деле нечего. Да, и чуть не забыла самое главное, храм Ганеши. Вы вместе будете изучать физическую астрологию, а Ганеши является ее покровителем. Там живет очаровательная слониха по имени Лакшми. Она много раз прикасалась к Алисе хоботам после того, как она давала ей монетку. Сама программа обучения с йогой и чайными церемониями будет стоить для вас всего 500 долларов за все обучение. Если вы внесете оплату до 1 апреля, если позже, то 600 долларов. Оплата за перелет, визу и проживание у вас будет отдельная. Еду покупаем себе сами. Еще много интересного хранит в себе эта таинственная страна. Для каждого найдутся подарки, например, радость просветления. Те, кому это интересно, мы приглашаем вас в такое удивительное путешествие. Проходите, пожалуйста, по ссылочкам. мы будем рады видеть вас на этом мероприятии, на этом обучении ведической астрологии в Индии. Также вы сегодня имеете возможность заказать астрологическую консультацию Алисы и получить квалифицированную помощь ведического астролога. Я могу вам напомнить, что Алиса консультант по раскрытию вашего личного предназначения в жизни профессиональный ведический астролог древней традиции тантра джойтиш, мастер китайской чайной церемонии, инструктор Джун Юань Цигун, персональный ученик Сюи Минтана, танцовщица в стиле трайбл, а также индийского храмового танца, путешественница по святым местам Востока, последовательница древних культур, дизайнер, художник и поэтесса. Поэтому проходите, пожалуйста, по ссылочкам, кого заинтересовали такие эксклюзивные предложения. Мы будем вас рады видеть на наших мероприятиях, а также после обучения ведической астрологии в Индии и после консультации, когда вы сможете, на которой вы сможете кто-то определить свое предназначение, потому что, например, в других странах ничего, ни один шаг не совершается, если семья сначала делает гороскоп совместимости партнеров, бизнес, еще в чем-то, обязательно смотрится гороскоп, никто не выходит замуж, а не, ну, если, ну, то есть, астролог выдают рекомендацию, причем семья обращается к астрологу, он смотрит и подбирает подходящего партнера, и в этом есть залог счастливой семейной жизни и многого другого. Сейчас я ненадолго вам включу, наверное, запись, у нас здесь на днях тоже было интересное выступление по этой теме. Вот, и в данном случае сейчас мы ожидаем выступления Елены Бахтиной, она нам расскажет о гормонах, о женской красоте, как сохранить летящую походку, как остановить возрастную деформацию лица, как сохранить кальций в костях, а также как подпушить яичники, как не превратиться в бабу-ягу даже в 120 лет. Про это и многое другое вы узнаете чуть позже на вебинаре, а пока мы ожидаем Елену, я включу вам очень интересное выступление, связанное с иудической астрологией. Оставайтесь с нами.